Диана Станкевич Клуб «Шинник» набирает участников. Тренер понравился, все понравилось, начался заниматься. Как пройти кастинг? И снова здравствуйте. В Бобруйском театре готовят сразу три премьеры. Без зрителя вообще нет театра. Что и когда покажут зрителям. А также запрещенный груз, справка для ребенка и штормовой июнь. Синоптики объявили на завтра оранжевый уровень опасности. Спасибо врачам. В Беларуси 19195 человек с помощью медиков побороли коронавирус. В стране проведено свыше полумиллиона тестов. Тем временем в аэропорту Минск приземлился очередной самолет с гуманитарным грузом из Китая. На борту средства защиты исток кислородных концентраторов. Сейчас осуществлена по распоряжению главы государства доставка уже четвертого гуманитарного груза из Китайской Народной Республики. Хотелось бы поблагодарить Министерство иностранных дел, Министерство обороны, как и китайской стороны, так и белорусской. Минздрав тем временем издал приказ, в котором уточняются критерии постановки диагноза. В документе прописаны группы пациентов, подлежащих лабораторному исследованию. Также скорректированы сроки больничных для зараженных и контактов первого уровня. Пациентам с легкой и бессимптомной формой тестирование проводится на 14-е сутки. Зарева в ночи. Накануне в глуши загорелся кирпичный сарай. Пожар поставил на уши целый поселок. Спасателям позвонили очевидцы. Бойцы МЧС прибыли на место ЧП через считанные минуты. К этому моменту крыша прогорела дотла. Огонь уничтожил 20 квадратных метров кровли. Сгорел месячный запас дров. Судя по всему, хоспостройку подожгли. Точную причину происшествия выясняют. Запахло жареным. За минувшие сутки в Бобруйске и районе зафиксировано сразу два пожара. На выходных сетуют спасатели сообщения, а ЧП приходили на пульт одно за другим. Мария Бересневич узнавала, какая причина возгорания в ТОПе. О пожаре на переулке широком огнеборцам сообщил тревожный голос. Дом вспыхнул словно спичка. Сказал очевидец, замкнула проводку. Чтобы 10 минут не было вообще дома. А в доме кто-нибудь находился? Да, сын находился, жена его и дочка. Спели выбежать? Да, они дочку разбудили. А я в это время уже на работу уехал. Мне уже позвонили с работы. Когда на место ЧП прибыли спасатели, валили клубы дыма и поднимались языки пламени. От крыши не осталось и живого места. На этом переулке до сих пор чувствуется запах гаря. О пожаре напоминает обугленные бревна и насквозь прогоревшая крыша. На Кирово хозяева тоже подсчитывают убытки. Позапрошлой ночью лишились бани и гаража. На оперативных кадрах видно, как огонь беспощадно свирепствует и превращает постройку в пепел. Словно эпизод из триллера. Сотрудники МЧС спасают дом и сарай. Наиболее вероятная версия возникновения этого пожара связана с нарушением правил эксплуатации печного отопления. Данная причина является одной из распространенных по нашей стране и больше всего обостряется в период зимний. Также летом, когда активно используют бани и сауны. Деревня Ломы, вечер, суббота. Баня загорелась из-за неисправной печки. Теперь крыша деревянной постройки похожа на решето. Потолок и стены надо ремонтировать. В Слободе все тот же сценарий. Баня, ночь, печь. Сотрудники МЧС ликвидируют пламя и спасают от огня рядом стоящий дом. Все истории заканчиваются хэппи-эндом. Пострадавших нет. Получить медсправку в школу или детский сад стало проще. Процедуру облегчили из-за пандемии. Если в течение года родители показывали ребенка узким специалистам, не надо проходить осмотр повторно. Достаточно заглянуть к участковому педиатру, измерить рост, вес и проверить самочувствие. На ЦТ зарегистрировалось больше 64 тысяч абитуриентов. Это почти на 10 тысяч меньше, чем в прошлом году. Заявления на тестирование принимали со 2 мая по 1 июня. Первое испытание пройдет уже 25 числа. Участники проверят знания по белорусскому языку. Пока же в школах проходят выпускные экзамены. Россия разрешила въезд белорусам, работающим вахтовым методом. Попасть на территорию восточной соседки сможет персонал промышленных объектов ядерной энергетики, строительство, добыча и переработки полезных ископаемых. Пересекать границу позволили также участникам космических программ. Раритеты Национального исторического музея украсили ограждение столичного парка челюскинцев. На выставке 70 фотобаннеров. Монеты, оружие, народные промыслы и ремесла, книги и музыкальные инструменты. Рядом с работами информация на белорусском, русском и английском языках. Не доехал. Стражи порядка задержали на Минском шоссе машину с незаконным грузом. Бобруйчанин перевозил полтонны спиртосодержащей жидкости и 250 литров водки. Под брезентом милиционеры обнаружили 50 пластиковых канистр. Каждая объемом 10 литров. Рядом россыпь коробок. В них стеклянная тара с горячительным. Водитель не смог показать документы на товар и объяснить, почему партия спиртного без маркировки. Весь запрещенный груз изъяли. Ранее черный бизнесмен уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Два года назад мужчину наказали за перевозку 4000 литров этилового спирта. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением наболевшей проблемы? Есть эксклюзивные кадры? Корреспонденты Бобруйск-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Бой с тенью. Спортивная школа «Шинник» набирает юных боксеров. Анастасия Пахлёстова тоже попробовала пройти кастинг. Кросс, хук и апперкот. Спортивная школа «Шинник» набирает группы в секции бокса. 60 вакантных мест. Приглашают детей от 9 до 12 лет. Здесь и сейчас не пустует ринг. В клубе занимаются порядка 200 будущих мейвизеров и тайсонов. Хвастается старший тренер. Бытует мнение, что бокс – это очень опасное вид спорта. Это немножко относится не к нашему виду спорта, а к профессиональному. Дети, которые приходят к нас, мы сначала их обучаем различным сложным координационным упражнениям, кувыркам, как правильно наносить удары, как защищаться. И только потом уже по истечению определенного времени начинаем, приступаем к работе в парах с перчатками. На спарринг выходят защитные экипировки. Для безопасности все без исключения надевают маски и бандажи. Паша Костюков пришел в секцию не случайно. Захотел научиться держать удар перед обидчиками. Родители инициативу поддержали. Парень признается, за 9 месяцев появилась техника, сила и уверенность в себе. В следующем году юный боксер планирует выполнить норматив кандидата в мастера спорта. Сначала были проблемы в школе, ну, почти обижали в основном. Потом друг мне предложил пойти в секцию бокса. Я не отказался, пошел. Тренер понравился, все понравилось, начал дальше заниматься. Шинник богат на спортивные таланты. Витас Горцуев в прошлом году занял третье место на чемпионате Европы среди школьников. Александр Довнер и Владимир Смоловский – победители первенства Беларуси среди молодежи. Сейчас парни готовятся к чемпионату мира. У бокса женское лицо. Николай Веревкин разрушает стереотипы. Старший тренер убежден. Боевые девчонки тоже могут примерить на себя перчатки. Перспективы проявить себя у них ничуть не хуже, чем у мальчиков. У нас очень много девочек. У нас есть девчонки и победительницы Кубка Республики Беларуси, призеры чемпионата. Это среди взрослых даже. Ну и, конечно, мы постоянно набираем девочек, которые хотят заниматься. Алина Логутенок стала семикратной чемпионкой Беларуси по боксу. Спортсменка – лауреат соревнований континентального уровня. Анастасия Кравченко идет по ее стопам. В медальной копилке у девушки золото республиканского турнира. Анастасия Пахлёстова, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360. Труппа передает привет. Областной драматический театр имени Дунина Марцинкевича подготовил для бобруйчан сразу три премьеры. Мария Бушкевич узнала, когда театр вновь откроет двери для зрителей. В пустом зале Бобруйского театра заплутало эхо. Водопад аплодисментов актеры слышали три месяца назад. Никто и подумать не мог, что спектакль «Осторожно, тетки» станет последним. Источник овации «Сяк» культурная мека оставила гостей за порогом. Пришла пандемия. Когда нет зрителя, запах в театре другой. Он вот абсолютно другой. Я думаю, что труппа соскучилась не меньше. Без зрителя вообще нет театра. Поэтому мы с нетерпением вообще ждем это время. Труппа зря времени не теряла. Подготовила для зрителей сразу три премьеры. Покажут и новинки этого года. Спектакли «Старая зайчиха» и «Тень гамлета». Организуют вечер, посвященный Бродскому. Театр вновь заработает 19 июня. В этот день пройдет поэтический вечер Анны Ахматовой. По словам главного режиссера, такой формат нашел большой отклик у бобруйчан. Я бы даже назвал бы это не спектаклем. Я бы назвал бы это какой-то домашней какой-то встречей между людьми, которые любят поэзию. Поэтому мне очень приятно вообще выпускать такие вещи. У нас, как и в прошлый раз, будет свободный микрофон, и любой зритель может выйти. В театре продолжают соблюдать меры профилактики инфекции. Регулярно проветривают, проводят дезинфекцию. Первый поэтический вечер пройдет в малом зале. Помещение рассчитано на 56 человек, но билетов в кассе в два с половиной раза меньше. В целях профилактики инфекции гостей рассадят в шахматном порядке. Так что попасть на премьеру смогут далеко не все. Мне два на Ахматову, пожалуйста. Мария Бушкевич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Утром небо над Бобруйском затянули тучи. Дождь лил без остановки. Вплоть до обеда температура держалась в пределах 10 с плюсом. К вечеру солнце разогнало мглу. Воздух прогрелся до 14 градусов. Надолго ли тренд, уточнила Кристина Арианц. И вновь предупреждение. Почти весь май был окрашен в оранжевый. Теперь настала очередь июня. Ветер, говорят синоптики, будет нехилый. Во время сложных погодных условий ГАИ просит водителей быть внимательнее. Не совершать резких маневров. А пешеходам рекомендуется не забывать носить фликер. Во время непогоды видимость ухудшается в разы. Сильный дождь в китайской провинции Юнань вызвал сели и оползни. На юго-западе страны два человека погибли, еще шесть пропали без вести. Всего пострадали больше 10 тысяч жителей. Почти 3 тысячи человек успели эвакуироваться. Таких осадков в регионе не было никогда, отметили метеорологи. Лило сутками напролет. Тем временем на индийский штат впервые за 129 лет обрушится тропический циклон. Тут объявлено красное предупреждение. Порывы ветра могут достигать 130 километров в час. Завтра в Бобруйске после обеда синоптики обещают дожди и грозы. Утренний восточный ветер к вечеру сменит южный днем. Воздух прогреется до 14-16 тепла. Ночью будет прохладно от 7 до 9 со знаком плюс. Кристина Рьянс, Максим Галеонко, Бобруйск 360. Это все из событий к этой минуте. Следите за нами в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!